Дорогие друзья, здравствуйте! Для тех, кто у нас первый раз, я вот вижу девочек в конце левого ряда, я хочу сообщить, что сегодня 124-е от дня основания заседания нашего семинара. Нас не очень много, докладчица не должна огорчаться этим. Здесь истинные ценители величавой фигуры Герцена, и как теоретика, и как общественного деятеля. Но все-таки перед началом я должен сообщить, что следующее наше заседание, февральское заседание, оно состоится, как обычно, в третью пятницу, и будет оно посвящено юбилею не Розанова, Розанова отметим в марте месяце, а будет посвящено юбилею Евгения Замятина, который был, как известно, не просто литератором, но еще и философствующим литератором. И сообщение о Замятине мыслители сделает знаток Замятина Марина Юрьевна Любимова, заведующая рукописным отделом нашей библиотеки, что на углу Садова и Невского. Она хороший знаток Замятина, и что особенно радостно, что она хороший знаток и философии этого периода. А сейчас мы начинаем. Сегодня у нас состоится выступление доцента кафедры философии Военно-космической академии Можайского Елены Юрьевны Машуковой. Громоздкое название доклада, но это моя вина, а не Елена Юрьевна, к вопросу о, безо всяких вопросов, современной интерпретации, современной интерпретации, современные интерпретаторы общественной деятельности Герцена. Или и творчество. И творчество. Что касается оценки фигуры Герцена, то здесь не та аудитория, чтобы ее каким-то образом обозначать. Один из тех, которые составляют наше все. Один из тех, кто составляет наше все. Елена Юрьевна просит 40-50. Да, да, 50-40, но вы меня остановите. От 40 до 50 минут. Елена Юрьевна, пожалуйста, напоминаю порядок. После этого мы задаем вопросы ей. После ответа на вопросы выступаем со своими суждениями. И о современных интерпретаторах, и об Александре Ивановиче Герцена. Начинаем работу. Спасибо. В качестве эпиграфа своего сообщения я взяла следующие слова. Они мне очень понравились. То, что мыслящие люди прощали Атиле, Комитету общественного спасения и даже Петру Первому, не простят нам. Александр Иванович Герцен, к старому товарищу. Мотивом моего исследования явилось то обстоятельство, что в последнее время, я довольно давно занимаюсь Герценом и писала дипломы, диссертацию, в последнее время вернулась к изучению его творчества, и я вот заметила такую странную тенденцию, что в последнее время все чаще о Герцене высказываются в негативном ключе. Почему? С чем это связано? Что с Герценом связано такое, что мы сталкиваемся с шлейфом таких оценок. Причем это происходит не только в публицистике, в статьях, в интернете, но и на уровне каких-то разговоров вообще обывательских. Когда мои коллеги, например, узнают о том, что я занимаюсь Герценом, они вообще очень далеки от Герцена, наверняка его не считали, они говорят, Герцен, так он же был предатель, зачем ты занимаешься Герценом? Или другие говорят, слушайте, ну Герцен – это старая диванная подушка, пропавшая нафталином, да, ты зачем занимаешься Герценом? Мне как-то стало очень обидно, да, вот из-за всего этого. Потом появились, я начала смотреть публикации, статьи, и у меня собралось очень много обвинений, которые предъявляют Герцена сегодня. Я вот решила с вами поделиться этими, значит, обвинениями, этой аргументацией, и заодно высказать несколько своих мыслей по поводу того, что я вообще думаю обо всем этом. Ну, сначала вот пару наблюдений таких, первое наблюдение. Мне кажется, что есть общественные деятели, исторические деятели, оценка которых служит как бы вот разделом общественного мнения. Ленин, Сталин, Петр I, Николай II и, конечно, Герцен. И вот мнение людей об этих исторических деятелях, как мне показалось, говорит не столько о, например, Герцене, да, сколько о них самих. И в данном, например, если человек оценивает личность Талина положительно, да, возможно, он, так сказать, относится негативно к правовому государству, к самой этой идее. Ну, это, конечно, очень мягко сказано. И вот что связано с Герценом, да, почему? Мне тут попались и вспомнились очень хорошие слова Натана Эдельмана, которые, мне кажется, как-то иллюстрируют эту вот ситуацию. Он говорит, как-то сказал один раз, «Герцен актуален, пока люди не свободны». Мне кажется, это очень здорово сказано. И, возможно, то, что в последнее время, еще раз повторяюсь, да, Герцен трактуется в негативном ключе, ну, является каким-то тревожным симптомом, наверное, нашего общества. А второй интересный момент, который мне, так сказать, который мне был интересен, что является вообще источником негативной репрезентации Герцена? Его тексты или его биография? Я поняла, что во многом статься, что биография. А вот Россия вообще негативно относится к людям, которые ехали за границу. Герцен сам писал об этом. Ни в одной стране мира нет такого негативного отношения к факту эмиграции, как в России. Уехал за границу, и туда критикуют Россию. Но однозначно предатель. Да, а то, что высказывается о полицейском произволе, о цензуре, о пережитке крепостничества, так это все во внимание, в общем, не берется. Русофоб однозначно. Потому что, думаете, что биография, что вообще Герцена мало читают. Мало читали тогда, в XIX веке, в силу цензурного запрета, конечно. Мало читают сегодня, но потому что, во-первых, как мне кажется, очень много написал. Нужно потратить годы, чтобы прочитать все, что он написал. А второе, мне тоже, опять же, кажется, что советские исследователи оставили некий такой вот не очень хороший шлейф за Герценом, превратив его в какую-то немного скучную и не очень интересную фигуру. И вот этот шлейф, мне кажется, тянется. Следующий момент, который я хотела бы отметить. Происходит определенная психологизация образа Герцена. Если раньше шли споры в XIX веке, например, в советское время, о том, кем был Герцен, либералом или консерватором, вернее, либералом или демократом, националистом, выдвинувшим идеи русской общины, или Сотойен де Монт, гражданином мира, по словам Достоевского, то сейчас людей интересует совершенно другое. Исследователи, да? Интересуют вообще какие-то личные черты Герцена, его слабости, его недостатки. Его обвиняют во лжи, жадности, хвостовстве, вообще неискренности, излишней самовлюбленности и также излишне самолюбием, вызванным бастардным происхождением. Вот даже это не стесняются упоминать. Мне кажется, что начал вот эту традицию психологизации образа Герцена британский исследователь Мартин Маллио. В своем фундаментальном труде Герцена рождения русского социализма Маллио, он, конечно, такой очень мастер изящных афоризмов, говорит, одна из его таких любимых идей, идея социализма зародилась не столько по причине физического угнетения рабочих, сколько по причине нравственного угнетения интеллектуалов. Вот Герцен такой нравственно угнетенный интеллектуал, который, значит, уязвлен, так сказать, многими, ну, было чем, конечно, уязвляться, да, и развил эту бурную деятельность, так сказать, чтобы компенсировать свое уязвленное самолюбие. В чем опасность данного подхода? Он мешает нам увидеть социальную укорененность тех идей, которые были дороги Герцену. А рассмотрение мировоззрения Герцена через его биографию, мне кажется, обесценивает его мысли. Подобного рода исследователи создают определенный нарратив о Герцене. Я полагаю, что эмоционально они уже заведомо относятся к Герцену не очень хорошо, поэтому они специально умалчивают те факты, которые, в общем, нарушали бы этот негативный нарратив. К слову сказать, наверное, любое исследование является нарративом, созданием определенного нарратива. Но когда умалчиваются специально факты для того, чтобы создать негативный образ мыслителя, который всегда тратывался как положительный, хотя, может, и противоречивый герой, тогда картина все-таки складывается иная. Прием, который сам Герц назвал еще раз намеренным непониманием. И последнее наблюдение. А Герц не до сих пор пишет как об актуальной политической фигуре, не обращая внимания на всю увеличивающуюся историческую дистанцию. Его вырывают из контекста XIX столетия, времени революционного движения, революционной пропаганды, охватившего не только Россию, но и Европу, и вызванного вполне объективными причинами. Необходимо, тем не менее, отметить, что когда я исследовала этот материал, то попадались и вполне себе, как мне кажется, объективные и честные исследования, которые представляют несомненный интерес. Но сфокусированность авторов на этих каких-то негативных чертах Герцена, в общем, тоже, как мне кажется, вызывает определенные опасения. Герцену приписывают русофобию, пораженческие настроения в Крымской войне и то, что свою революционную пропаганду, подрывающую государственные устои России, он ввел на деньги Ротшильда, считая мирового сионизма, и даже вне этого в еврейском происхождении по линии матери. А если такая известная история, когда в 1953 году был Международный комитет, собирался чертистов, и Герцена туда включили, то и Маркс, и Иван Головин выступили против этого, а Иван Головин написал статью, где обвинял Герцена в еврейском происхождении. Герцена нужно было оправдываться. Ну вот такая даже, но это несовременные, конечно, авторы, но современные тоже есть такие обвинения. Прежде чем перейти, собственно говоря, к основным этим будет обвинением, я хочу сказать, что как я проверяла все эти, скажем, аргументы, это тексты самого Герцена прежде всего, это воспоминания его современников и некоторый архивный материал, который я черпала, в общем, из исторической диссертации. Я могу сейчас перечислить просто основные обвинения Герцена, потому что я боюсь, что я могу не успеть их все, так сказать, озвучить, и потом, может быть, если я что-то не успею, да, вы можете задать какой-то вопрос. Да, наверное, так сделаю. Вот смотрите, первое обвинение, с которого я начну, что Герцен, вообще-то говоря, написал мемуары былой «Домы», который является основным источником наших знаний о его жизни, ну, почти основным, да, но этот текст, который представляет собой некий сплав реальности и мифа, наподобие платоновских диалогов, так говорит современный исследователь Владимир Кантер. Ну, и повторят многие другие о том, что Герцен создал нарратив о любящем муже, о радикальном мыслителе, о революционере, специально умалчивая те факты, которые разрушали бы эту картину, а именно знатное происхождение, материальный достаток, многолетнюю службу в Министерстве иностранных дел, ну и так далее. А второе, с чего я, собственно говоря, и начну, Герцен преувеличивал свое антиправительственное поведение и тяжесть наказания за него, но еще до отъезда за границу, когда был молодым человеком 22 лет, да, когда, собственно говоря, его арестовали, и он попал в тюрьму. Третий сюжет. Герцен создал миф о декабристах. Собственно говоря, исказив реальную картину декабристского движения, этот миф стал любимым мифом советской интеллигенции, и на культе пяти повешенных и сотни сосланных с рудники на каторгу, собственно говоря, было основано все политическое миросвязование советской интеллигенции. Декабристский миф Герцена оправдывал недоверие к власти и революционное насилие. Четвертое. Герцен на деньги Ротшильда основал антирусскую пропаганду. Ну, я об этом уже говорила. Следующее. Герцен взял псевдоним «Искандер» в честь Александра Македонского. В общем-то, из-за своего фантасмагорического ощущения себя императором. Дальше. Герцен не освободил своих крестьян. Хотя мог бы, но на деньги крестьян жил себе как бы хотел, да, и рассказывал о том, что и крестьян нужно освобождать. Но сам этого сделать не захотел. Седьмой сюжет. Герцена обличают вмещанство на том основании, что он относился очень скрупулезно, скажем, к своим денежным средствам. На этом основании, как бы, какое он имел право говорить о том, что вмещанство – это плохо, да, если сам он был таковым. Дальше. Одно из самых тяжелых обвинений. Герцен присвоил себе судьбу Достоевского. Об этом чуть позже. В своей работе о развитии революционных идеи в России. Следующий сюжет. Герцен накануне Крымской войны пересчитал антирусские листовки и призывал русских солдат сдаваться, когда они сражались под Севастополем. Десятый сюжет. Это русофобская, так сказать, политика Герцена во время польского восстания 1963 года. И, наконец, одиннадцатый. Герцен звал к топору. Звал к топору из Лондона, когда ему самому там ничего не угрожало. И, наконец, еще один сюжет. Герцен поддержал Нечаева. И молодых радикальных революционеров, в отличие от постепеновца Чернышевского. Большинство аргументов, которые я озвучила, они изложены в работах Владимира Карловича Кантера. А сентенция Сенса, а Ставрогин как аппетит Герцена, ну и так далее. Да, их довольно много. Кроме того, я еще, так сказать, все-таки обращаюсь и буду обращаться цитировать Николая Старикова. Да, он довольно одиозная фигура. И, конечно, странно вообще было бы его цитировать. Но он размещает свои книги на просторах интернета и тоже формирует, как мне кажется, общественное мнение какое-то о Герцене во многом. Светлана Волошина написала статью «Герцены деньги», где скрупулезно проследила в течение всей его жизни, как Герцен, так сказать, относился к деньгам. Да, и выставила у вас не очень, мне кажется, хорошие стороны по этому поводу. Ну и Сергей Эрлих, петербургский историк, достаточно известный, который написал книгу «Декабристский миф в изложении Герцена», если я не ошибаюсь, что это вроде этого, да, или «Декабристская легенда в изложении Герцена». Ну, вот такие основные аргументы, теперь я начну сначала. Итак, Герцен преувеличил свое антиправительственное поведение и тяжесть наказания. Ну, факты, о чем говорят факты? В 1934 году Герцен после окончания университета был арестован. Арестован он был, как вы, наверное, все знаете, по делу о пении пасквильных песен, когда собрали студенты Московского университета, отмечая, так сказать, окончание «Альма-Матер», пели, пели песни. Одна из песен оскорбляла достоинства Николая. Случайно или намеренно разбили бюст. Время было неспокойное. Только что случилось польское восстание, переворот во Франции. Император дул, что называется, на воду. А была организована комиссия, и начались аресты. Арестовали сначала Огарева, потом Герцена. В итоге 9 месяцев в казармах, в крутистских казармах, одиночная камера, где не было кровати, была без тюфика, описывает Герцена было мы в домах. Форточки не было, однажды чуть не угорел. Заткло сыро, тараканы, одна свеча, которую затушили в 9 вечера. Каждые 15 минут конвойные, значит, с страшным грохотом, была перекличка. Один раз в сутки под конвоем на прогулку не допускались посетители. Мне кажется, что 9 месяцев такой жизни это не очень легкое наказание за переписку с Огаревым о сенсимонизме. Вот это первый, мне кажется, момент. Да, наверное, не было никакой антиправительственной деятельности, конечно, у Герцена до отъезда за границу. Но наказание было более чем тяжелым, как мне кажется. Следующий сюжет. Герцены и декабристы. Я думаю, трудно переоценить то огромное значение, которое оказали декабристы на Герцена. Их подвиг для него был огромным нравственным примером. И Герцен пронесил через всю свою жизнь благоговение перед этими людьми. Вспомнил полярную звезду с пятью профилями декабристов и про некровенные строки, которые он посвятил этим людям. Время светлых лиц и надежд, светлого смеха и светлых слез кончилось. Порядком понял я это после. Но впечатления того времени, переплетаясь с мифическими рассказами 2012 года, составили в моей памяти то золотое поле, на котором еще чернее выходят лики святых. Герцен – письмо к будущему другу. Всем известно, что, говоря именно Герцену, а очень многие в России впервые узнали о декабристах, термин «декабрист» впервые употребил тоже Герцен. И в дневнике, и в публицистике развития революционных идей в России. Он печатал воспоминания декабристов, в частности, Якушкина. Общеизвестная роль Герцена и Огарева в полемике или в борьбе с официальной версией 14 декабря, которая была создана бароном Корфом, «Вошественный престол» Николая I. Для Герцена декабристы идеал революционеров. После них революция могла расти количественно, могла усовершенствовать свою тактику. Но как тип бойца за революцию выше героев 14 декабря подняться некуда. Так говорил Михаил Покровский, наш известный историк, красный карамзин, по словам Малякова, который первый сказал о том, что Герцен создал все-таки легенду. И очень многие какие-то факты были, скажем так, не освещены. Всего было три версии 14 декабря. Это официальная барона Корфа, вторая либеральная, представленная Александром Пыпиным и, как мне кажется, работы Николая Тургенева «Россия и русские», которая была издана в 18-м году. Неизвестно, Герцена считала ее или нет. А третья версия была представлена Герценом, она была революционно-романтической. Зачем Герцен создал эту легенду? Сергей Эрлих упоминает о том, что когда Герцена арестовали, то нашли в его бумагах экземпляр донесения официальные. Представленный там компромат, многочисленные замыслы цареубийства, сцена подсчета на пальцах числа приговариваемых к смерти членов фамилии императорской, план публичной казни цареубийц из обреченного отряда не произвел впечатления на автора декабристского мифа. Он считал эти факты истории тайных обществ наветом лживой власти на героев и мучеников 14 декабря. Зачем Герцен создал этот миф? Эрлих говорит, я уже говорила об этом, за тем, что этот миф необходим был Герцену в его личном, персональном мифе, в котором декабристы играли роль созидательные жертвы, залога успешного осуществления дела Герцена, образца и примера. Эрлих пишет, цитата, центральный образ персонального герценовского мифа это поединок святого рыцаря с драконом. В этом контексте стремление освободить Россию от чудовища исполнено глубокого мифологического смысла. Чудовище, конечно, Николай. Рыцарь Герцен, сопровождаемый другом оруженосцем Огаревым, лентяем и пьяницей, повторяет подвиги декабристов во имя прекрасной дамы Девы Натали. Ну, где смеяться называется, да? А, конечно, декабристы не были святыми. И развенчивание их образа началось в 90-х годах, когда появилось множество публикации о том, что, так сказать, упустили советские исследователи, описывая декабризм. Так, например, некая Бокова, не очень знакома с ней, пишет, сетует, я бы сказала, что за пределами схемы устоявшейся оказались не только может быть черт биографических и подробностей, способных опорочить любимых героев, таких как Азюльтер, Венерические болезни, брошенные внебрачные дети, имущественные споры и так далее. Как бы важны для реальной судьбы они не были. Вот было это упущено, да? Как же тебе о декабристах говорить? Я думаю, что для Герцена, и вот здесь нужно согласиться с Эдельманом, да? Наверное, он очень многое знал о декабристах, то, чего, может быть, даже мы не знаем, да? Но для него был очень важен опыт декабристов, как опыт психологической несовместимости предыдущего человека с диспатизмом, как опыт самопожертвования ради братьев меньших, как опыт неистребимого нравственного протеста. А вовсе не потому, что ему хотелось оправдать революционное насилие. Хотя, конечно, используя, так сказать, пример декабриста в конце годов 60-х, на Герцена это было очень важно показать пример самоотверженности, героизма, что можно отдать за идею и жизнь, и пойти в Сибирь, и так далее, да? Это, конечно, образ он использовал, в общем, регулярно в своей революционной пропаганде. Следующее. Наиболее тяжелое обвинение из тех, что предъявлено Герцену, состоит в том, что он цинично присвоил себе судьбу Достоевского. Стоит привести его слова, где он с мушкетерской легкостью персонажа Дюма как бы, между прочим, приписывает себе тот приговор, который на самом деле пережили петрашевцы и великий писатель Достоевский. Цитата. Владимир Карлович Кантер. Он приводит фразу, буквально абзац из брошюры развития революционных идей в России. В 1724 году и нас, моих друзей, меня бросили в тюрьму. Спустя 8 месяцев сослали писцами в канцелярии отдаленных губерний. Нас обвинили в намерении создать тайное общество и желании пропагандировать сенсиманиевские идеи. Нам прочитали в качестве скверной шутки смертный приговор. А затем объявили, что император по своей поистине непротивительной доброте приказал подвергнуть нас лишь исправительному наказанию. Это наказание длилось более 5 лет. В этом поводу Кантер замечает, это непростительное заимствование чужой трагедии. При этом он совсем не чувствует реальный ужас действительного ожидания казни на плацу, а потом и многолетней каторгии солдатчины. Это не может не выглядеть кощунством. Желание оказаться страшная сила в общественной жизни. Собственно, уже в этом желании ясен элемент безумия. Герсон один из первых удачливых шоуменов, создавших миф в своей жизни. Интересно, заметил ли это присвоение его судьбы Достоевские. Если заметил, то многое негативное в его отношении к Герсону становится понятно. Серьезное обвинение. Но Герсон не присвоился судьбу Достоевского. Ту же самую историю читаем в былом и думах. Пришел наш черед. Аранский протер очки, откашлинул и принялся благоговеренно возвещать высочайшую волю. В ней было изображено, что государь, рассмотрев доклад комиссии, взяв особенное внимание молодые лета преступников, повелел подсуд нас не отдавать, а объявить нам, что по закону следовало бы нас, как людей, уличенных в оскорблении величества, лишить живота, а в силу других законов сослать на вечную каторжную работу. Вместо чего государь беспредельно милосердию в своем большую часть виновных прощает. Более же виноватых повелевает подвергнуть с правительственным миром, создающим отправление их на бессрочное время в дальние губернии. Этих более виноватых нашлось шестеро Огарев, Сатин, Лохтин, Аболинский, Сорокин и я. Чтобы окончательно развеять сомнения, считаем о развитии революционных идей в России дальше. И в главе эпилог Герцинг как раз и пишет о Петрашевцах следующие слова. В 49-й год новая фаланга героических молодых людей отправилась в тюрьму, а оттуда на каторжной работе и в Сибирь. Мы имеем в виду общество Петрашевского. В него собирались молодые люди, чтобы обсуждать социальные вопросы. Этот клуб существовал уже несколько лет, когда в начале венгерской кампании правительство решило объявить его широким заговором и усилило аресты. Оно нашло лишь мнение там, где искала преступный заговор. Это не помешало ему судить всех, обвиняя его на смертную казнь, а что предать орелу милосердия, царь заменил это наказание каторгой, ссылка или солдачная. Среди осужденных были Спешнев, Григорьев, Достоевский, Кашкин, Головинский, Мамбели и другие. Ну и что Герцан себе присвоил? Да, его не выводили на Семеновский плац, не отправляли на каторгу в салатках Достоевского. Так он нигде и не пишет об этом. Хотя, можно согласиться, что стилистика немного похожа. Да, ну, описание было таким. Следующая история Герцана Ротшильд. Эту историю сам Герцан рассказал в Булом и Думах в одной из самых, наверное, интересных глав, которая называется «Банкир Николай Романов и император Джеймс Ротшильд». В 1947 год Герцан покидает Россию пока еще на время. Он не собирался оставаться на себя за границей, об этом есть многочисленные свидетельства. В 1948 год происходит революция во Франции и Николай I сдает царские манифесты 14 марта 1948 года, повелевая всем вернуться в Россию. Герцан не выполняет данные указания, опасаясь в том числе личных преследований по заведенному на него в третьем отделении делу. Было известно, что после отъезда Герцана за границу туда поступил тайный донос о том, что в произведениях Герцана содержится революционная пропаганда. Даже дилетантизм в науке был обвинен в том, что там революционные идеи проводятся в рассуждениях о свободе и действии. Отечественные записки были арестованы с этими номерами и изъяты. Я думаю, что Герцан знал об этом и знал, что ничего хорошего его не ждет, если он вернется. Он не возвращается. В 1948 году, в июле, он знакомится с Ротшильдом, когда его финансовое положение стало неустойчивым. Он просит Ротшильда обменять ему его билет Московской казначейской казны, и Ротшильд по очень выгодному для себя курсу эти билеты меняет. Таким образом, Герцан успел вывезти свои капиталы из России. Но через год он узнает, что капиталы его матери арестованы, на них наложен секвестр. И тогда, не очень, наверное, хорошо это Ротшильда Герцана характеризует, он, в общем-то, обманывает Ротшильда, потому что продает ему арестованные активы. А когда Ротшильду отказывают в выплате, он пытается сыграть на его самолюбие. Он говорит, «Слушайте, для меня мало удивительного в том, что Николай в наказание мне хочет стянуть деньги моей матери или меня поймать ими на удочку. Но я не мог себе представить, что ваше имя имело так мало веса в России. Билеты ваши, а не моей матери, и вам-то нагло отвечают, да, деньги ваши, но барин платить не велел». Провокация или доводы, они сработали. И Герцан с удовольствием описывает эту историю в былом и думах, что Ротшильд пишет письмо Николаю Первому резко, жестко, как власть разговаривает с властью и просит, угрожая помешать получить России какие-то займы, которых она заинтересована, выплатить деньги Герцану. И через какое-то время, с удовольствием, говорит Герцан, деньги были выплачены, не только деньги, но еще и проценты, но и проценты на проценты. С тех пор, говорит Герцан, мы с ним были на лучших отношениях, он любил во мне поле сражения, на котором победил Николая. И, несколько раз рассказывал эту историю, слегка улыбаясь, но и великодушно щадя побитого противника. Да, отношения с Ротшильдом в этом продлились более 20 лет, и свои деньги он хранил в банке Ротшильда. Вскоре, в 1951 году, Петербургский уголовный суд постановил подсудимого Герцана, лишив всех прав состояния признать завечного изгнанника из пределов российского государства. Что пишет Стариков по этому поводу? Герцан не был родственником Ротшильда и не был его другом. Почему, так сказать, он обманул его? Почему Ротшильд, так сказать, не сказал Герцану, что ты лжец вообще, верни мои деньги? Почему он поставил на кон отношения с Российской империей и не захотел пожертвовать мелким вкладчиком Герцаном? Стариков находится объяснение. Он говорит, ну, в общем-то, скоро начнется Крымская война и Герцан начнет писать свои антирусские издания. И вообще-то, на самом деле, его отношения с британской разведкой, они, в общем, такой открытый вопрос. Скорее всего, они были. Но обвинение такое не новое, потому что еще Маркс в Аусбургской газете писал о Герцане, что он агент Бонапарта. И это всем очевидно. Значит, вот такое было обвинение. Ну, на самом деле, это, конечно, неправда. Герцан не вел антирусскую пропаганду, об этом я еще скажу позже. И никаких доказательств того, что каких-то связей с Ротшильдом, я думаю, что нет, и никто их никогда не найдет. Ну, Стариков говорит о том, что да, вот еще и архив потерян Герцана и Огарева, архив огромный, который был в Англии, да, найти его не могут. Да еще и во время войны, так сказать, в издательство Трюбнера, его британского книготорговца и поверенного, упала бомба и почему-то уничтожила бумаги, относящиеся именно к XIX веку. Остальные все остались, да, и так далее. То есть вот такое обвинение, собственно говоря, было брошено. Буквально пару слов, да, Герцан и деньги, потому что очень как-то все это близко, да, к этой теме. Светлана Волошина вот в своей статье значит, описывает, как Герцан относился скрупулезно к деньгам. Причем приводя, мне тоже кажется, с удовольствием, такой эпизод, который очень Герцана характеризует, ну, не очень хорошо, я бы сказала, да, последний год его пребывания в России. В 1946 год Герцан к своему мгновению летом на даче в Соколова к нему приезжают друзья, Аграновские, так сказать, Корж, Корж, так сказать, многие другие, и вот как-то они сидят все за столом, а умирает его отец как раз, да, оставляя ему огромное состояние. И Герцан, по словам Пасек, говорит, я получил огромное состояние, и вы теперь все можете попросить у меня в долг. Делает такую паузу, говорит, ну, не более 500 рублей. Говорит, что Герцан при этих словах грязно выругался, что вообще было на него не похоже. И сказал, а если нам нужно будет тысячу, то что не дашь? Повесла, значит, такая тяжелая пауза, и всем было как бы очень неловко. А потом Пасек пишет о том, что Анатолия Александровна подошла, значит, к ней сказала, никто нас не любит. Вот такие плохие отношения как-то сложились, да, и нужно, видимо, нам уехать, чтобы все успокоились, подумали, как-то остыли. Ну, на самом деле, действительно, связь с московским крышком была практически прервана, когда Герцан уезжал за границу. Ну, в силу, может быть, этих причин, в силу того, что, значит, вопросы революции тоже не занимали разные позиции. Грановский, Белинский, Герцан и так далее. Ну, вот так, да, Герцан торговался с Рошельдом за процентов, а Герцан ценил людей по их отношениям к деньгам, например, того же Гервига, да, или там своего брата Голохвастова, ну, и так далее, и так далее. Да, да, Герцан относился к деньгам очень скрупулезно, но даже Волошина показывает, что у него не было другого выхода. На самом деле, так сказать, на нем, на его шее сидели-то все вообще, да, так сказать, и его семья в Лондоне, и Огарев, который разорился вообще под конец жизни, да, и жил на его деньги, и типография на его деньги, и даже Москву он деньги переводил, да, потому что там, так сказать, жила и Егор Иванович, его брат сводный, и Прасковья Медведева, приживалка, жила в его доме, да, так что все было на Герцане, и все прекрасно об этом знали. И так же могу сказать о том, что отношение к деньгам все-таки это не главный признак мещанства. Герцан писал о том, что с мещанством мельчает жизнь, исключаются общечеловеческие интересы, жизнь сводится на интересы торговой конторы, мещанского благосостояния, личности мельчают, да, мелкие недостатки, мелкие достоинства. Вот все эти упреки мы Герцану, конечно, предъявить не можем, да, потому что все-таки на эти деньги он издавал, создал вольную русскую типографию, да, и издавал свои материалы. Следующий упрек Герцану и освобождение крестьян. Достоевский еще предъявлял это обвинение Герцану. Состояние было основано на труде крепостных, как Достоевский. Отрицал собственность, а в ожидании успел строить дела свои и с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность, пишет Достоевский в дневнике писателей. Автор знаменитого письма из России тоже предъявлял Герцану эти обвинения, на что Герцан отвечал. Никогда, ни разу не продал и не заложил ни одного крестьянина и вообще не имел никакого отношения к делам отцовского поместья. А современный следователь Андрей Ильин пишет, что Герцан здесь не совсем искренен, потому что с 47-го по 50-й год он написал поверенному Ключареву 32 письма, в одном из которых он поблагодарил костромских крестьян за вовремя присланный оброк. Это было до 51-го года, когда его лишили всего. Однако у Герцана все-таки не было возможности освободить крестьян из-за границ. Как бы он это сделал? Давайте представим на самом деле, или что он смог это сделать. И тогда вспоминается пример его друга Николая Гарева, первого в России помещика, освободившего крестьян с землей за небольшой выкуп. Об этом пишет Ирена Жилвакова. Своих белоумовских крестьян в крупнейшей рязанской вочине 4 тысячи душ Гриф отпустил на волю. Небывалый опыт белоумута, первое в России освобождение крестьян с придачей помещи земли, хоть и послужил смелым вызовом в системе и наделал много шума, но радости Огарева не принес. Он чувствовал, что становится изгоем. Даже в здешней церкви, в его пензенском владении соседи помещики шарахались от него как черт от ладана. Кончилось тем, что в оброчной вочине, где сел был на стороне местных богатеев, все и досталось этой верхушке, подмявшей под себя бедняков. То есть ничего бы, наверное, хорошего не вышло из того, что Герцен освободил бы своих крестьян. А так все-таки революционная агитация сыграла свое значение. Как Герцен именил себя македонским? Герцен фантасмагорически создавал себя своего рода императором. Своё императорское достоинство он обозначил псевдонимом Искандер, то есть Александр Македонский, а Владимир Кантер. Что мне здесь можно сказать? Македонского на самом деле персона называли Искандером. Но вообще-то Искандер это восточная голосовка имени Александр. Любого бы Александра звали бы Искандером на Востоке. Я думаю, Герцен это знал. Герцен нигде не пишет, почему он взял это псевдоним. Я интересовалась очень многих исследователей, включая, так сказать, дом-музей Герцен на Севцовом вражке. Никто не знает об этом ничего, никаких источников. Но можно полагать, что некоторые аллюзии на Македонского наверное считывались его современниками. Например, князь Вяземский небезызвестный написал совершенно, мне кажется, бездарные стихи, где, наверное, можно прочитать какой-то намек на то, что Герцен взял себе военный псевдоним. Засчитаю, они короткие. своим пером тупым и бурным Белинский как девятый вал Искандером литературным во время он обушевал. Теперь за ним с огнем воинским Искандер сам на бой пристал и политическим Белинским рассудок ломит на повал. Ну, вообще, да? Шевырех писал, вроде бы, намекая на претензии Герцена быть македонским. Есть еще личность с созданимом, очень деятельная в литературе. Это господин Искандер. Это личность не без притязания на сильное действие, на многочисленную партию, на завоевание в науке. Ну, конечно, всего этого мало, чтобы утверждать, что псевдоним будет часть македонского. Однако, что еще как бы служит, ну, может послужить какой-то аллезия? Времена, скажем так, апогея, апогея славы колокола известность Герцена многократно возросла. Герцена считался силой, королем, властью, в одной из листовок его без тени иронии называли «великий диктатор России». На него поднимали тосты на банкетах, также дарили портреты, так известный академик Боголюбов, член Академии художеств, подарил Герцену картину по феос колокола, всем известной. Дарили серебряные лапти, потому что как защитника крестьян, например, да, неизвестный даритель. Называли, да, что вот есть два Александра, один в России, а другой Александр в изгнании, да, знаменитый Юрий Анахинвальд писал о Герцене. «Всегда блистательные и духовно роскошные, князь эмиграция, властелин, которым задавала только престола, Александр великолепный, король в изгнании». Да, но из этого слова, ну, конечно, да, то есть, наверное, можно было, так сказать, подумать, ну, конечно, да, так сказать, голова закружилась. Следующий эпизод «Герцена. Крымская война». Я уже говорила, главные претензии озвучивает Стариков. Да, кстати, я не сказала по поводу Ротшильда. Не только Стариков говорит о том, что Герцена, значит, продался сионизму, но и очень известный историк. Это Синицын, Спицын, господи, сегодня только смотрела, Спицын, Игорь Юрьевич, по-моему, да, автор Евгений Юрьевич, автор пятитомной, значит, истории России, да, где по Герцена тоже прошелся, обвиняя его в сионизме. Ну, по крайней мере, в том, что он жил на деньги Ротшильда и свою пропаганду вел. Итак, Герцена и Крымская война. Вопреки распространенному мнению, Герцена никогда не занимал пораженческую позицию в Крымской войне, хотя русское общество накануне войны разделилось. По словам мордовцев, известного публициста, очень многие, очень многие были уверены в победе. И, как он говорил, мы были уверены не только в том, что мы Турцию, мы Европу шапками закидаем, да, другая половина, может быть, меньшая, как бы проповедовала так называемую парадигму прогрессивного поражения, то есть поражения в войне именно царизма. Это был Чернышевский, Добролюбов, даже Грановский, как и глава, Чаадаев, да, Чаадаев, как глава либерального западничества, Чичерин даже и Погодин, да, написали такие вот как бы работы, где говорили, ну, Чичерин говорил о том, что давайте-ка мы своих невольников освободим, а не тех, которые турки угнетают. Но Герцен не был пораженцем. Напротив, вначале, перед войной он основывает вольную русскую типографию. и когда в Европе, Европу захлестнула эта вот антирусская, скажем так, клевета России, да, Герцен как раз писал статьи, где он защищал, так сказать, Россию и русский народ. В частности, Герцен первый написал о том, что в Крыму английские офицеры убили раненых русских солдат, да, о зверстах англичан в Крыму он тоже это писал. А Герцен был уверен в победе и до войны в первые годы. У него была такая интересная теория о том, что если русские войдут в Европу, пусть, дай Бог, чтобы русские взяли Париж, говорил он, да, потому что если они возьмут Париж, то Европа уже ничем не способна. А вот там мы придем, значит, вот эти вот мы новые варвары, и мы сможем, так сказать, устроить революцию в Европе. Это была одна у него версия. Вот очень не любил Маркс его за это, да, говорил, что я в Герце никогда больше не появлюсь нигде, потому что я не сторонник того мнения, что старая Европа должна быть обновлена русской кровью, да, никогда больше. А вторая его идея, что если русские возьмут Константинополь, то Константинополь станет столицей новой Славянской Федерации, да, столицей не сможет возглавить эту Федерацию, обнаружит свою, скажем так, полную несостоятельность, и это в любом случае как бы ему конец. Ну, такие странные теории, которые он развивает в своих письмах Клинтону, 54-й год, за которые он был назван пансловистом на счет в Европе, националистом, и что он проповедует как бы вот всякие там царистские как бы завоевания, да, Европы, то есть разделяет точку зрения самодержавия. Письма появились, говорит, Герцен, как раз во время повальной ненависти к России. Герцен никогда не призывал русских солдат сдаваться. Напротив, он всегда подчеркивал и гордился, так сказать, их подвигами. Так в статье «Америка и Сибирь», 58-й год, «Мечательный в колоколе», он пишет, «Будь мы какое-нибудь несчастное племя, без будущности, то, вероятно, сломились бы, но события обличают зародыш сильные и мощные. Не в Петербурге, там умирала старая Россия, маловерная, потерявшая голову при первой неудаче. Нет, он двигался и заявил о себе в блиндажах Севастополя, на его стенах. Разве слабые народы дерутся так? Россия проиграла Крымскую войну, но героическая оборона Севастополя осталась в памяти как подвиг огромной моральной силы. Герцен писал, «Все безобразия Крымской войны, вся бездарность командования принадлежит царизму, а богатырская защита Севастополя русскому народу». «Война вам стоила дорого, мир не принял славы, но кровь севастопольских воинов лилась не напрасно, если вы воспользуетесь ее грозным уроком», так писал Герцен. А косвенно, конечно, обвинить Герцена можно в одной, был такой эпизод, когда Герцен напечатал в своем колоколе письма некого Владимира Арестовича Ангельсона, на его приятеля. Было четыре прокламации. Третью из них Герцен одобрил, четвертую категорически не одобрил, не хотел печатать. Но Ангельсон был еще таким довольно истеричным человеком по психологии. Он сказал, «Слушайте, а что, это вы цензуру завели, что ли, в своей типографии? Или вы используете ее для своих бессмертных творений?» И Герцен сдался, но понимал, что, напечатав ее, будут большие неприятности. Ангельсон начинал листовку такими словами, «Царю плохо, нам хорошо, а чуждземные войска подходят к русской земле проучить Николая. И русский народ должен себе сказать, «Враг моего врага, мне по неволе приятель». То есть Герцен говорил, что никогда он не будет переходить на сторону врага, и, так сказать, мы порочим себя и свое имя, если, так сказать, мы будем так говорить. Но, тем не менее, листовка была напечатана. Я думаю, что многие, так сказать, критики Герцена, наверное, имеют каким-то образом ее в виду. Герцен выступал и против так называемого казенного патриотизма, совершенно правильно указывая на то, то есть переключив внимание народа на борьбу с внешним врагом, правительство пытается отвлечь людей от понимания собственных проблем. Отнимая все гражданские права у простого человека, у этого круглого раба, они поддерживали в нем кичливую мысль о непобедимости Российской империи, в силу которого у него развилась вместе со скомерием растительных иностранцев смиреннейшая раболепия перед непобедимыми своими властями. Поэтому, когда был подписан Парижский мир, унизительный для России, Герцен напишет, мы рады искренне миру, тем более, что он приносит не блеск, а смирение, потому что из железа победоносных мечей каются самые крепкие цепи. К слову сказать, парадигма прогрессивного поражения в войне в общественном сознании была преодолена через семь лет после подписания Парижского договора. Поддержка Европы и польского восстания открыла русской общественности глаза, что и в Крымской войне Европа воевала не с Николаевским режимом, а с Россией как таковой. Следующий эпизод. Герцен и польское восстание. Александр Александрович, есть время или я могу закончить? Или очень быстро? Очень быстро. Да, если... Вы в начале 40 минут, сейчас 19, у вас 15 минут. Хорошо, я уложусь. Я уложусь. 15 минут. Да. Вине такое. Исследователь не может не отметить с чувством брезгливости первое проявление в 63-м году русского пораженчества. Колокол, издававшийся в Лондоне Герценом и проводивший русофобскую политику форен-офиса, призывал Европу к походу на ненавистную Россию. Антон Кирсновский, автор «История русской армии» в трех томах. Это 19-й век, а современный это Стариков. Когда начнется восстание в Польше, русских начнут там просто вырезать. А Герценовский колокол полностью встанет на сторону поляков. Но ситуация такая, да, с Польшей. 63-й год, а в Польше начинается восстание. Начинается на самом деле в русской части, оккупированной русскими, да, не в австрийской, не в прусской, да, а именно в русской части. И, конечно, начинается восстание с оскорбления русского кладбища, осквернения, например, да, ситуация над русскими. Знал это Герцен или нет? Наверное, знал, да? Не знаю, не могу сказать сейчас, да. Но дело осложнилось тем, что вскоре Англия и Франция поддерживают восстание в Польше, направляя России такие очень жесткие ноты о том, что необходимо предоставить Польше свободу. Что являлось, в общем-то, вмешательством суверенные дела российского государства, наверное. Александр II ответил категорическим отказом и начал подавление восстания в Польше. И вот тогда все русское общество, в общем-то, оскорбленное польским национализмом, сплотилось вокруг правительства. Герцен описал эти события, опять-таки, в «Блом и думах» в главе Михаила Бакунина «Польское дело». Он написал о том, что задолго до восстания шли переговоры между Варшавским национальным комитетом и землей и волей, представленным Слепцовым и Утиным, о том, что восстание должно начаться. Герцен и Игорев, в отличие от Бакунина, отговаривали поляков о том, чтобы они начали это восстание. Но, когда началось восстание, Герцен ничего не оставалось делать, как его поддержать. И даже был снаряжен пароход, вы знаете, с Бакунина, и сыном Герцена Саши, которого, слава Богу, арестовали где-то в Швеции. Он дальше не пошел. Но поддержка была оказана полякам. На каком основании и почему Герцен поддержал Польшу? Вот такой большой вопрос. Мне кажется, было три причины. Первое, то, что Герцен полагал, что как Польша, так и Венгрия, так и Россия имеют право на независимость. Безусловно. Вторая причина, что в освобождении Польши Герцен видел крупнейший шаг к освобождению России. За нашу и вашу свободу. Мы хотим независимости Польши, потому что хотим независимости свободной России. Он полагал, что освобождение Польши послужит началом революционному какому-то движению, восстанию в России. Поэтому главные условия, на конституции которых он согласился поддерживать поляков, это то, что поляки должны были освободить крестьян землей. И второе, это самобытность областей, провинции. Но потом Герцен, конечно, скажет, оказывается, не было никакого дела польской шляхте до крестьян, а до провинции было очень много дела. И когда, так сказать, все отвернутся от него, он напишет в Балому Думах, в письмах, в частной переписке, публично не признавался, но в частной переписке писал о том, что, наверное, польское дело правое, но это не наше дело. И Бакуни ему советовал не вмешиваться в это. Потом сказал, наверное, что это ошибочно было сделано. Герцен не мог уступить, потому что более половины своей жизни он убеждал западное общество в том, что есть две России. Одна правительственная, казармы, канцелярии, угнетения, а вторая независимая Россия, свободные дворяне, литература, то, что написал развитие лиценных идей в России. А теперь оказалось, что не было никаких двух России, что Россия оказалась одна. И все от литераторов, славянофилов, профессоров, все встали против Герцена, против Польши. Для него это было в общем крушение дела всей своей жизни, утрата статуса в глазах Европы и в общем-то каких-то надежд на Россию. Но он не сдавался, так сказать, и когда Тучкова пишет о том, что когда приезжали к нему, уже осталось очень мало посетителей, иссяк поток, но когда приезжали и спрашивали о Польше, то Герцен говорил, что гуманность его девиз, что он всегда на стороне слабого, и что он не может ценой неправды купить сочувствие соотечественников. Герцен заживо пережил даже колокола, упали до 500 экземпляров и больше никогда не поднимутся. Но с этого начался его такой закат. К вопросу о русофобии Герцена. На самом деле много у него изречений, которые можно оценить, наверное, как русофобские. Кто из нас не хотел, выросленно всегда из этой тюрьмы, занимающей четвертую часть земного шара? Из этой чудовищной империи, в которой всякий полицейский надзиратель царь, коронованный полицейский надзиратель. Но, что характерно, в сети высказывания можно утверждать, что для Герцена характерна не космополитическая, а именно националистическая картина мира. В этой картине мира Герцена интересуют только Россию и русские. Он всегда признавался, я страшно люблю Россию и русских. Судьба России колоссальная, я вижу это помазание на нашем челе. он отделял правительство Николая I, потом Александра II от России и русского народа. Живя в эмиграции, Герцена постоянно подчеркивала свою чуждость в Европе. Я физиологически принадлежу другому миру, говорил он в письме Герцена. Наконец, что важнее всяких теорий, своих детей он учил русскому языку и очень хотел, чтобы они уехали в Россию. И Цучкова вспоминала, что перед смертью говорил, почему бы нам не уехать в Россию. И, казалось, ничего больше не желал. Герцен постоянно подчеркивает, кстати, немецко-татарское происхождение русского самодержавия. И пишет о немецком деспотизме, когда характеризует леденящий петербургский режим. Да, Герцен социалист, но социализм все-таки был русским, цель которого благо русских. Последний момент, Герцена призыв к топору. Ну, что сказать о топорах, да? На самом деле, тут, нужно сказать, следующий такой момент. Конечно, Герцен был одним из наиболее радикальных публицистов, пропагандистов на рубеже 50-60-х годов 19-го столетия. Понятие революции получило распространение в России в читающей публике, не в последнюю очередь из-за усилий Герцена. Он представил себя революционером или, по крайней мере, сторонником революции. Его даже обвиняли в том, что он пытался убить Александра II. И, говорю, что где-то Ленорт писал о том, что Каракозов почерпнул свои идеи у Герцена. На самом деле, Герцен был далек от стереоубийства, а Каракозова назвал сумасшедшим фанатиком, за что его, собственно говоря, упрекал Бакунин, а потом и Нечаев. Почему возникла история о топорах? 30 марта 1856 года Александр II произносит речь перед представителями московского дворянства, в которой он говорит о случаях неподчинения крестьян помещикам. Он еще не говорит об отмене крепостного права. Более того, говорит, что он не собирается его отменять. Но что-то должно измениться. Иначе потом завершаются известные слова гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу. Таким образом, Александр II задает подобную аргументацию, такую аргументацию. Лучшая угроза революции представлялась как бы двигателем реформы. Не будет реформы, будет революция. Потом эту риторику воспроизводят очень многие. Например, письмо Кавелин пишет Чечерину. Вы, я, все мы без исключения убеждены в том, что если правительство не проведет реформы мерами административными, то она свершится путем революции. Об этом пишет Чернышевский, об этом пишет и Герцин. Его призывы к топору, якобы призывы к топору, он просто напоминает императору, что если он не выполнил своих обещаний, то Россия будет уничтожена революцией. Герцин не призывает к революции. Он говорит о том, что на самом деле топор это последняя мера, о которой мы можем говорить. Если народ возьмет этот топор, то, наверное, стоит его поддержать. Но и тогда не из Лондона звать к топорам, потому что мы не имеем такого права. Никакому топору никогда не звал. Более того, написал статью «Very dangerous», где, так сказать, вступил в полемику с радикальной позицией современника, который створялся Добролюбовым в первую очередь, за что, в общем-то, его и очень многие обвиняли. К топору не звал. Но, так сказать, его отношение вообще к революции, к революционной миграции было довольно сложным. Но мы знаем о том, что, так сказать, уже под конец его жизни, когда он переезжает в Швейцарию, он сталкивается с молодой миграцией и начались такие конфликты, которые перешли даже на личное оскорбление. Герцин казался очень умеренным и устаревшим для молодых, так сказать, революционеров. А Герцин в ответ называл их «ускорбовые фанатики», там, «Утята» по имени Утина, да, и так далее. И называл, говорит, что настоящий революционер это он, а Чернышевский и Белинский. Но вот в чем дело. Однажды даже он поддержал, не то, что поддержал, но когда вышла страшная прокламация молодой России, где призывали топорам на самом деле, да, и говорили, что бей эту сволочь на площадях, то есть тех, кто за императора, то Герцин сказал о том, что ну не нужно в каземат этих юношей, погорячились они, пустяков наговорили, за что Катков назвал его бездушным фразером. Я вспомнила такой эпизод, да, а вот Соловьев, когда поддержал первомартовцев, когда попросил для них снисхождения у императора, да, как ее позицию обозначить. А, так сказать, молодая Россия, да, написал 19-летний Зайчневский и его товарищ Аргиропол вот эту страшную прокламацию, да, но никого не убили, говорит Герцин, за что же их в тюрьму. Герцин дистанцировался от революционного движения, это нужно признать. Оправдывая теоретически насилие, мог оправдывать в своих статьях, он всегда как бы отстранялся от профессиональных революционеров, их идеи и организаций. Не хотелось взять, стать главой земли и воли, Слепцов ему предлагал неоднократно, и, в общем-то, занимал позицию довольно критичного и ироничного наблюдателя, в отличие, скажем, от Бакунина. И мне кажется, что его рассуждения о революции относились все-таки к далекому будущему. Опять-таки, в отличие от Бакунина и Игорева, которые ждали восстания в 70-м году, да, готовили прокламацию. На последний, последний момент. Ну, Раиса Орлова пишет. Герцан непосредственно столкнулся с последствиями своей жизни. Увидел в Нечаеве, пусть и страшно искривленное, исковерканное, но тоже последствия. То есть, Герцан своей пропагандой вызвал к жизни бесов, да, эту нежить, которую, значит, потом делал столько дел в России. Ну, слушайте, и благородный Шелла Патин, это тоже, видимо, последствия Герцана. В любом движении есть честные люди и, так сказать, бесчестные, да, он не мог отвечать за все. и заключение. Я понимаю, что я уже перебрала немного со временем, а я хочу сказать, что на самом деле Александр Иванович Герцан прилежит к числу тех мыслителей, которые не нуждаются ни в наших оправданиях, ни в похвале. В жизни таких людей лучшая похвала и лучшие оправдания. Первый русский социалист, основоположник народничества, он основал вольную русскую типографию в течение 17 лет, фактически вдвоем с Игоревым, определял и оказал огромное воздействие на общественное мнение в России. Можно согласиться с Лениным. Деятельность Герцана на самом деле целый этап в развитии революционных идей в России. Поэтому место, оставленное Герцаном, опустило надолго, а того значения, которое имел Колкол, не будет иметь ни один печатный орган, какое бы радикальное направление он не имел. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена Юрьевна. Спасибо. Вы уложились вовремя. Я не господинка вам. Друзья мои, Лена, начнем вопросы? Да. Пожалуйста, прошу вас. Да, сзади. Огромное спасибо за совершенно блестящий доклад. Огромное спасибо за блестящий совершенно доклад. По-моему, он возвращает, так как и предыдущий доклад Бориса Георгиевича Дверницкого, нас к высоте интеллектуальной мысли, немножко вообще подзабытой в любых общественных дискуссиях, но, наверное, не в этом здании. Огромное спасибо. Вопрос такой. Не кажется ли вам, что демонизация с одной стороны Герцена, которого вы практически оправдали в наших глазах в своем докладе, а с другой стороны демонизация Николая Первого, который тоже присутствует в некоторых исследованиях, в том числе исторических, в том числе в последней крупной монографии, так сказать, не монографии, а историческом исследовании о русской нации и почему ее не было, Сергея Сергеева, свидетельствует о том, что, в общем, наше сознание поневоле общественно примитивизируется, ему близки какие-то сейчас черно-белые оценки. И это делается в значительной степени сознательно, по принципу разделяя и властвую. И вот та высокая степень научного осмысления, которую вы продемонстрировали в вашем сообщении, это, собственно, и Сергеев в своей книге, они как раз и должны доминировать в оценке исторических фигур, какими бы противоречивыми они ни были, как Николай Первый или Александр Иванович Герцин. Спасибо. в своих каких-то действиях. У него была личная совершенно неприязнь к Николаю. Более того, он даже обвинял его в том, что он потерял ребенка, потому что, когда пришли его арестовывать в очередной раз, Наталья Александровна, значит, была беременна, и был выкидыш потом. То есть вот эта вот абсолютно какая-то личная ненависть, которая, конечно, заслоняла ему какие-то объективные моменты, связанные с Николаем. Но, с другой стороны, он же вел мартиролог этих жертв николаевского режима. И это же на самом деле тоже было. Были и Петрашевцы, были и Кружоку Сунгурова и так далее, и так далее. Это все тоже было, и Герцин это знал. Поэтому для него это заслонило, наверное, положительную роль Николая в истории. Она, несомненно, была. Я хотела еще сказать о том, что я не сказала, что, конечно, когда я занималась всеми этими исследованиями, то у меня у самой романтический образ Герцина очень померк. Но это правильно, потому что его не должно было и быть. Герцин – человек со своими слабостями, недостатками. Он, кстати, сам говорится, что у него дрянной характер совершенно. Талант и дрянной характер, говорил он про себя. Поэтому, да, я думаю, что было такое, скажем так, отношение сугубо личное Герцина к Николаю и совершенно необъективное. Вот, кстати, подарок Елене Юрьевне на нашей академии. Это антология. Спасибо, супер. Спасибо большое. Здорово. Я хотела. Прошу вас, Виктор Владимирович. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Елена Юрьевна, у меня один вопрос. Для меня вообще принадлежность национальная любого автора не важна. Но вы сказали, что Герцина Кантер обвиняет в том, что он якобы был евреем. Это так? Не, не, не Кантер. Не правильно? Не Кантер. Кантер не говорит. Об этом говорит Николай Стариков, об этом говорил Иван Головин, так сказать, приятель Герцина, которым потом поругались. Об этом говорит какой-то не очень знакомый источник, который тоже есть в интернете. Кантер об этом не говорит. Так ты понимаешь, все указанные авторы вот с этим изданием Герцина не знакомы. Что там за издание? Герцин Лемке, 20-й год, где как раз о биографии Герцина сказано очень хорошо, в том числе и о его матушке. Как бы странно, что люди не знают этого издания. Потрясающе. А то есть Лемке говорит о том, что она была... Потом все написано, откуда, кто была его мать, ну все это известно. Это странно, что люди просто книг не читают. Это странно. Спасибо. Спасибо, все не прочитали. То есть она была немецкой еврейкой, да? Об этом пишет Лемке? Не была. Не была. Не была. Спасибо большое. Елена Юрьевна. Вот вопрос. Спасибо большое за прекрасный доклад. Каково ваше мнение об изображении Герцина в получившей известности исторической трилогии Тома Стопарда «Берег утопии»? Вы знаете, спасибо за вопрос. Я смотрела этот спектакль. Ну я, поскольку как-то связана с Дома-музеем Герцина и такими дружескими отношениями, да? Поэтому я знаю об этом спектакле. Мне не очень он нравится. Этот спектакль написан английским, значит, исследователем творчества Герцина. И там было несколько моментов, которые меня, конечно, покоробили, да? Когда, например, там такая сцена, идет Крымская война, и объявление о том, что взяли Севастополь, да? И Герцин, человек, кажется, шампанским, и такой радостный. Не было такого никогда, да? Поэтому вот эти какие-то моменты, которые, так сказать, там проходили, а потом, когда еще одна сцена, когда выходит Огарева-Тучкова, и они бросают в другую объятие, ну, как-то это все фонит немного, да? Для меня, например. Потому что, ну, мы знаем же всю эту историю, да? Про Тучкова, сказать, Огарева, как она его добивалась, как она Герцин утравила жизнь вообще всю, да? Он мечтал о том, чтобы как-то остаться одному, да? Хотя бы под конец жизни. Нет, мне не очень понравилось. Хотя то, что Стоппорт все-таки единственное это сделал, заслуживает уважения, конечно, да? Поэтому на спектакль ходили. Сейчас вы перестали его ставить, но раньше он пользовался большим успехом. Спасибо. Спасибо, Елена Юрьевна. Так, пожалуйста, еще Андрей, пожалуйста. У меня такой вопрос с таким как бы выступлением. Я у кого-то читал, что якобы, когда Герцин спросили про его отношения с Ротшильдом, Герцин сказал, что для благого дела можно брать деньги хоть и сатаны. Ну, мое отношение к Герцину, оно ближе к вам намного, чем с каким-то Стариковым. Это понятно. Ну, вопрос, говорил ли он такого или не говорил, я-то считаю, что, может быть, если и сказал, то это не его кредо, а так иногда человек что-то может сказать. А циником он, наверное, не может быть. Я вот не помню точно цитату этой фразы Герцина о Николае Первом, где Герцин бросает царю, которого он в Сыргизе не любил, в самое серьезное обвинение, худшее там даже, что повесило декабристов. Значит, Герцин говорил, вот интересно у вас, ну, смотрите, как точно, но смысл такой, что Николай Первый за всю свою жизнь не любил ни одной женщины. Павел Первый любил обеих жен и обеих любовниц, Александр Первый любил всех женщин Европы, кроме собственной жены, а Герцин, вот, не любил… А Николай Первый это вот был человек, который не любил ни одной женщины. Ну, это точка зрения не только Герцина, многих людей 19 века. Ну, вот я почитаю. Она несправедлива, она несправедлива в отношении Николая Первого, потому что это не так, но циник, наверное, не мог бы, которому можно брать деньги, хоть и сатаны, циник бы, наверное, не сказал, вот ваше мнение. Вы знаете, я эту фразу не слышала. У Герцина есть другая фраза, которая может истолковать подобным образом, да, о том, что оружие на войне не бросают, да, даже если это… А деньги – это сила, это оружие, даже если это оружие неприятеля. Вот ее как-то истолковывают подобным образом, да, что чужие деньги взял, вроде как. Что касается… Такой фразы я не знаю. Второй ваш вопрос о Николае, да. Вы знаете, вот то, что мне самой, может быть, не очень нравится, да, то, что когда умер Николай, это тиран под фортах, да, а шеф Павловского полка, зачислен по химии, пишет Герцин об этом в былом и думах, да, то Герцин устроил праздник у себя дома с иллюминацией, да, с тостами, как-то не по-христиански, конечно, это было, да, нельзя, так сказать, смерть даже своего врага вот так вот праздновать. Но я, кстати, вспомнила еще одну историю, когда Анна Ахматова каждый год, да, 5 марта покупала себе бутылку водки и праздновала, значит, смерть Сталина, да, то есть, ну, наверное, все-таки можно оправдать этих людей, да, то есть было как бы за что, да. — Нельзя, безусловно, да, нельзя. Сталин выше, да, вот. Безусловно, нельзя, но Герцин его ненавидел, наверное, ему было за что, наверное, не мог он ему простить этих ссылок, этих, этой тюрьмы, да, этого заключения. — Я, как-то основал, я Николая... — Нет, Андрюша, это не для спора, это... да. Прошу вас, задайте вопрос. — Вот ваш первый, что ли, эпиграф, это был Герцин, актуален пока Эвельман, да? — Да, люди не свободны. — Пока люди не свободны, а сейчас они свободны? — Нет, Герцин актуален. — А когда они будут свободны? И в каком смысле, вы понимаете, свободны? Ведь Герцин, он постоянно же говорит о внутренней свободе, о том, что если внутренней нет, то и внешнюю-то давать не надо. — Ну, правильно, да. — Когда? — Когда он будет? Получается, что он будет актуален всегда. — Да. Да, получается так. — Да, ваш вопрос еще. А есть ли... — А есть ли какие-либо сведения в настоящее время восприятие Герцина представителями британской разведки того времени? — Слушайте, вот интересный момент, да. Наверное, я таких сведений точно не знаю, да? Ни Мартина Маля, ни Сая Берлин, никто об этом не упоминает вообще ничего, да? То есть британские следователи... Ну, Берлин так вообще очень любит Герцина, да? А Маля его не любит. Поэтому, я думаю, мог бы упомянуть, если бы это на самом деле было. Но не упоминает нигде. — Работали ли они в архивах? — Архивов нет. Они утеряны. Архивы британской разведки? — Британские? — Ну, не знаю, наверное, не работали в архивах британской разведки. — А вы, кстати, как-то связаны с британской разведкой? — Да. — Прошу вас, задайте вопрос. — Уважаемая Елена Юрьевна, сегодня событие на семинаре «Русская мысль» дама, глубокий исследователь, прекрасная женщина и прекрасный доклад. Все-таки хочу внести точность. Может быть, вы оговорились. Вы сказали, что Владимир Сергеевич Соловьев поддержал первомартовцев. Он их не поддержал. Он писал императору в таких словах, что православный государь может и должен помиловать царя-убийц, предав их в руки церкви. Вы сказали, поддержал. — Спасибо. Я просто оговорилась. — Оговорились, да. — Абсолютно оговорилась, конечно. — Я хотела вас спросить. Скажите, пожалуйста, Александр Иванович Герцен, что подвигло вас заниматься этой темой? — Ну, Соловьева все любят, и мужчины, и женщины, потому что это истина, это восхождение, да? А вот Герцен неоднозначная фигура. Так что подвигло? Любовь, доверие к своему научному руководителю Александру Александровичу, или, может быть, стремление к высокому слогу прикоснуться, так сказать, ну, подняться в этом смысле. Толстой говорил, что великий русский писатель Герцен, вы говорили, что трансформировалось ваше отношение. Вот скажите, пожалуйста, от чего к чему? Вот как ваша мысль, как ваше отношение менялось к Александру Ивановичу Герцен? — Спасибо. Ну, вообще, на самом деле, история интересная, потому что начинала я писать, диплом, вернее, я писала на пятом курсе, и моим руководителем был Евгений Семенович Леньков. И мы с ним придумали такую, вернее, он придумал такую схему. Он сказал о том, что Герцен не, скажем, много чего в этом не понял, да, то есть, полошел, остановился предисторическим материализмом, потому что он не понял диалестику Гегеля, и поэтому он не разрешил своих вопросов социально-теоретических. И это называлось у меня так, диплом, да, соотношение теории, практики, философия Герцена. И вот мы с Леньковым, значит, так сказать, Герцена встречали ему по голове. Для меня был большим уроком, когда на седании кафедры Константин Андреевич покойный Сергеев сказал, слушайте, вы такие умные тут с Леньковым, да, а Герцен прям вообще ни о чем, да, вы чего, да. И он как-то для меня это было таким большим уроком, да, чего это мы с какими-то схемами начинаем Герцен подходить и выкручивать ему руки, да, чего он там не понял, да, и чего он там не дошел до чего. А потом я писала, начала писать диссертацию в этом же ключе, и у меня рухнула концепция, она совершенно рухнула, я поняла, что я не могу об этом писать. И потом, еще раз, когда я к ней увернулась, да, я уже совершенно по-другому начала к нему относиться, и взяв, наверное, за основу оценку Герцена мыслителями Серебряного века, которые, в общем-то, первые, наверное, глубоко его исследовали, да, и вот тогда получилось, наверное. Чем больше я читаю Герцена, тем больше я понимаю, что он мне очень близок к мыслитель, у него потрясающий, конечно, стиль, и он очень умный человек, очень тонкий, да, очень наблюдательный, и чем больше я его читаю, тем больше он мне нравится, да, поэтому я думаю, что вот так вот сказываются о Герцене, тех, кто, в общем-то, не считает его тексты, да, и все. Пожалуйста, еще вопросы. Прошу вас, пожалуйста. В качестве маленького дополнения, Елена Ильевна, просто на презентации книги Сергея Сергеева «Русская нация. История о том, почему ее не было», его тоже спросили, в курсе ли он, есть ли какие-то сведения в английских архивах о влиянии МИ-2, вообще английской разведки, на обе русские революции, имеется в виду, февральская и октябрьская. И он сказал, что таких сведений, по его данным, никакие английские историки ни в каких английских архивах не нашли. Но вот это тотальное отсутствие каких-либо сведений, оно, с одной стороны, может быть, свидетельствует о том, что их действительно не было, этих связей, а с другой стороны, что-то здесь делал, ведь Сомерс от Моэв, в феврале 17-го года, и вообще, как бы, так сказать, роль английской разведки в 20-м веке велика, Бертран Рассел писал в 20-м году, после своего путешествия по России, что большевики правят этой азиатской территорией очень жестоко, их все ненавидят, но зато это поможет в нашем противостоянии с Америкой. А Бернард Шоу, выступая перед Конгрессом, по-моему, в начале 30-х годов, говорил, что вот я всю жизнь боялся русского медведя, а теперь, чего же мне бояться, цитирую, условно, недословно, но по смыслу правильно, скачащего бабуина. А вот, может быть, все-таки, связь и Герцена с английской разведкой каким-то образом существовала, может быть, даже для него неведома. Это, скорее, такое наблюдение, связанное с другими историческими исследованиями. Спасибо. Да, спасибо. Ну, в сущности, мы сейчас перешли к обсуждению проблемы. Давайте мы на этом и завершим вторую часть вопроса и перейдем к обсуждению проблемы. Пожалуйста, кто хотел бы... Да, Владимир Викторович, пожалуйста, начните. Владимир Викторович историк, занимается этим периодом. Очень хорошо. Елена Юрьевна, вы знаете, я с большой грустью прослушал ваше выступление. С большой грустью. Не потому, что мне оно не понравилось. Я понял, вообще, до каких глубин падений дошла современная русская мысль, когда, оказывается, люди считают себя историками, не читают книг Александра Ивановича Герцена, выдвигают какие-то странные довольно теории. Ну, документов нет, но это могло быть. Что-то за странное. Ну, все могло быть. Все могло быть. Ну, книжки-то читать надо, мне кажется. И я понимаю, что критика Герцена, ну, она во многом, конечно, связана с тем, что сейчас революционная идея, революционная мысль, она отвергается, так сказать, отрыжка перестройки, да, в год. И поэтому то, что когда-то считалось плюсом, теперь считается минусом, да. Но, когда, понимаете, вместо разбора и денежки, это копается в сердечной жизни человека, это тоже странно, вы знаете, как может быть гением человек, который бы оборел именическими заболеваниями, который бросил своего внебрачного сына, который умер, оставив семье огромное число долгов, который жил на деньги соброчных крестьян, да, когда в то же время сам писал о довольности. Понимаете, о коме говорим? Да? Эти все обвинения ведь тоже можно удивить Александру Сергеевичу Пушкину, да, кто-то тоже ключей, и это будет правильно, правда? Вот. Я вовсе не считаю, что нужно Герцена идеализировать, но действительно нужна хорошая полная ручная биография, тем более, что материалы изданы, да, архивы, в общем-то, сохранился, есть публикации Герцена наследства, очень интересные, вот, и я хочу начать с некоторых таких ключевых моментов. Итак, был ли Герцена революционером? Да, был. В 1857 году выходит номер колокола со словами, со статьей «Революция в России!» О чем же он говорит? А революция в России это когда начинается открыто крестьянская реформа сверху. Вот Александр II, он революционер. Вот и Герцен такой же революционер, да? Вы знаете, что плохо в нашем обществе? У нас никогда нет нормальной системы диалога. Правда? Вот Герцен что делает? Он обращается с письмами к Александру II, он пытается вступить в диалог с властью. Это, по-моему, очень важно. Призвал Леон к топору. Странно, но опять же нужно посмотреть источники. Колокол, да? Письмо русский подписано, не Герцена предлежит, да? Человек возможно из круга Черношевского. Мы не знаем происхождение этого письма. Герц отвечает, голубчики, не к топору назвать, а к мёклам. Вот когда я сейчас шёл сюда, я тоже подумал, не к топору назвать, да? А к лопатам, к лопатам. Все, как есть, не надо, правда? Вот. Не было этого, да, у Герцена, не было призыва к революции. Польский вопрос. А вы знаете, я тут скажу, что Герцен, он, в общем-то, говорил о том, о чём говорила большая часть русского общества, и западники, и славянахилы, и Герцена. Да? Польша, угнетённая, должна получить свободу. Кстати, с этим был славянский Александр Второй. Он же начинает проводить реформы, да, и посылает в царство польское наместника, великого князя Константина, сын его, только что родившийся, получает имя Владислав. То есть, я думаю, что шла речь о возможном получении Польши независимости. Но какой Польши? В этнографических её границах. Да. В чём нашёлся Герцен с русским обществом? Он поделал русскую революцию, тогда, когда поляки говорили, нужна Польша в границах 1772 года. Но у Герцена есть оговорка. Извините, есть поляки, есть русские, есть белорусы, украинцы. Почему за них вот можно решать, с кем они будут? Да? Это была, в общем-то, правильная, и вот тут он с русским обществом познашёлся. Ну и, наконец, мне кажется, что действительно Герцена надо читать, потому что явно он оказал сильное влияние на Достоевского в зимние заметки о летних впечатлениях, после поездки за границу, после беседы с Александром Туанчевым Герцем возникает. Он, несомненно, на кого влияние Константин Николаевича? Леонтьева, один из любимых авторов Леонтьева, и даже не любящий Герцена Розанов, ну, Розанов просто любил аристократию, да, любил чистеньких, да, вот его отношения к женщине, да, к родам, беременности, они у Герцена и у Розанов проносительным образом совпадают. И что ещё, мне кажется, очень важно, вообще-то русская мысль действительно была очень сонной, да, все кого-то будили, или видели сны, да, и Шевченко видит сон, и Облома видит сон, и Веропавловна она спит, а вот Герцена был человеком действительно таким европейским, деятельным, в 8 лет на службе, да, правда? Я удивляюсь, там пьяный Огарёв, да, там эта сама сумасшедшая Тучкова-Огарёва, и в это время Герцена успевает, не знаю, каждому номеру написать, столько с этим, невозможная ракоспособность относительно обещанства, сказать просто, а каждый из вас готов отдать, не знаю, 10 тысяч рублей, Бог знает, на что, да, у Герцена человек расчётливый, да, он знает счёт деньгам, и когда вот Некрасов, скажем, да, точнее, Некрасов, а Панаева, да, злоденький расстраивал, это, так сказать, наверное, не совсем хорошо, правда, да, вот, ну и последнее, что хотел бы сказать, мне кажется, очень актуальным, последнее, одна из последних работ Герцена, это письмо к старому товарищу, и от Герцена идёт всё-таки линия, не столько, может быть, к революционерам, сколько к радикальным русским либералам, кадетам, надо признать социальный вопрос необходимости, да, и он с большим скептицизмом относится к революционным и насильственным путям образования мира, спасибо. Елена Юрьевна, конечно, превосходно понимает, что значительная часть содержания ею опущена и опущена скорее умышленно, хотя по объявлению это речь идёт о творчестве Герцена, о Герцене философе, о Герцене писателе, здесь Герцен общественный деятель, но охватить в одном докладе всё вместе никак невозможно, а мне как раз и хотелось бы подчеркнуть то, о чём говорил Владимир Викторович, культурное значение Герцена для России в целом и значение Герцена мыслителя для русской философии в особенности. Ну, конечно, совершенно блистательный там дилетантизм в науке, письма об изучении природы, философское содержание прозы, но я хотел бы восстановиться на постоянно подкупающей, постоянно прельщающей его философии и истории. На мой взгляд, самой адекватной действительности, самой адекватной исторической действительности философии и истории в истории осуществляется не лучшая, а возможная. Вот этот вот момент. Второе, на что я хотел обратить внимание. Все мы видим, все мы знаем, что нынешняя гуманитарная интеллигенция любит двух человек из прошлого. И в первую очередь это, конечно, Константин Николаевич Левантьев и Василий Васильевич Розен. Вот две звезды для нашей интеллигенции, два путеводные светила. Это понятно. Контрреволюционный ветер, он повернул сознание людей, интеллигенции тоже. Социализм советский надоел. Государственный социализм, тоталитарный социализм. И вся советская знать пустилась во все тяжкие. И понимая, что она изменяет идеям своих отцов и дедов, она еще более злится и начинает пинать ногами Александра Ивановича Герцена, который в этом тоталитарном социализме нисколько не повинен. Он никогда не был повинен в этом. И я так полагаю, что случись в истории другое возможное, то и форма социализма в России, которую, допустим, ей придавали Кондратьев и Чаянов, могла бы быть адекватно герциновской. Так что их злобные контрреволюционные нападки на Александра Ивановича Герцена не стоят и ломаного гроша. Другое дело, конечно, это последний момент. Нужно иметь в виду, что происходило, ну, начиная с освободительного похода русской армии в Париж в 14-м году, с того времени происходила эволюция форм освободительного движения. Оно, конечно, все более и более радикализировалось, пока не вышло на уровень Ленина и Сталина. Пока не вышло на этот уровень. Оно все более и более радикализировалось. И тут еще большой вопрос, в какой мере Герцен ответственен за такую радикализацию. Наверное, в какой-то степени ответственен, поскольку революционное народничество, оно, в общем-то, питалось поначалу идеями Герцена народнический социализм. А вот что было дальше, тут надо, конечно, еще посмотреть. В общем, большое спасибо, Елена Южина, за ваш превосходный доклад. Прошу вас, пожалуйста, только немного, поскольку времени уже, а потом вам, Андрей Николаевич. Спасибо, Александр Александрович. Скажу буквально два слова, потому что походу услышанно. Конечно, мы все живем, когда все меняется волнами, и какие-то периоды, плюсы меняются на минусы, и обратно, и это не в первый, и не в последний раз. И я думаю, что, я хотел только сказать о том, что значение Александра Ивановича будет очень сильным по последствиям, еще мы даже не можем трудно представить. Я только исхожу из трех коротких тезисов. Ну, если говорить о том, ну, как он влиял там на Россию, да ничтожно влиял. Ну, сколько там человек читал этот колокол? Все читали. Все читали. Особенно те, кто тогда могли были образованы читать. Нет, конечно значения он не имел. Самый главный его читатель был император. И все об этом знали, и все помещики, все губернаторы, и прочие чиновники страстно боялись, даже говорят, там подделывали номера, чтобы он же узнает, это другой канал информации для управления. Это страшная вещь, конечно. И в этом смысле он, конечно, дал пример. Что такое Гердзон? Это пример. В первую очередь, даже как мы его знаем, не случайно для Ленина, который понял, что газета нужна. Только газета не для того, чтобы ее читал император, а для того, кто делал революцию. Это первое. Второе, как тут было очень важно отмечено, то, что дилетантизм науки. Мне кажется, это имеет огромное значение, то, что для современной развития и будущего вот этого сетевого общества. кто такие дилетанты в науке? Это, скажем, то, что сейчас называют фрилансеры или независимые исследователи или еще тому-то. То есть не те, кто встроен в какие-то институциональные инструктуры, а те, кто может сам взять науку и что-то сделать. Мне кажется, это большая перспектива. И третье, то, что тоже уже было сказано, мне кажется, это тоже очень большое иметь последствия, потому что мы все привыкли, и даже мир с ним говорят, вот был Достоевский, им был очень увлечен Ницше, он повлиял сильно на Фрейда, и еще целый-целый перечень людей, которые говорят, что большие и большие значения. И вот тут как правильно было сказано, что перед Достоевским был Герцентом. И вот это былое дума, оно, мне кажется, будет иметь огромное значение в будущем, потому что оно еще по сути не осмыслено от опыта такого свободного человека, рефлексирующего на своей жизнью, индивидуальной и не только обдойной и общественной. Мне кажется, это будет иметь вот этот пример нового человека, свободного человека у всех отношений, как бы мы к каким-то коллизиям не относились, но он сам остается, и он никуда не исчезнет, и будет все больше и больше принимать значение. Спасибо. Спасибо. Андрей Николаевич Муравьев. Я тоже пару слов исключительно в поддержку как раз тезисов последних обоих выступающих, сказал бы, согласившись как раз с Еленой Юрьевной, что защита вообще говоря, Герцена нужна не Герцену, она нужна нам, находящимся здесь и теперь, как раз от тех, кто против него и против нашего будущего выступает тем самым. Почему? Потому что вот как раз только что прошедшим юбилеем двухсотлетним Тургенева у меня возникла благодаря великолепному докладу Елены Юрьевны как раз вот такая связка, что Тургенев и Герцен за границей вообще говоря играли одну и ту же самую роль чрезвычайно для нас важную представляя как раз там вот эту неофициальную Россию, русский народ и русскую культуру в высшей степени продуктивно, а в России наоборот представляя мировую культуру и науку мировую, потому что вообще говоря вот в этой связке в этом союзе мировой культуры и русской культуры и русского народа вообще говоря все только наше будущее и заключено и те кто у нас выступает против Герцена на деле выступают против нашего будущего будущего действительно свободного народа который как раз вот и сделает вообще говоря прекратит вот эту его актуальность для нас именно как провозвестника действительной да а не какой-то там исключительно политической экономической или еще какой-нибудь свободы вот так что спасибо большое вам слово для ответа нет на самом деле спасибо вам большое развернуто давать это просто ваша реакция нет у меня не просто я очень благодарна всем кто сегодня пришел принял участие в обсуждении и ваши так сказать реплики мысли были очень важны для меня потому что мне важно было конечно как-то проверить немного да насколько сказать верны мои какие-то интенсии мои рассуждения а вот поэтому большое спасибо Андрей Николаевич потрясающая мысль мне кажется которую вы высказали я как-то интуитивно понимал что я вроде бы это имела ввиду да но вы сказали очень точно поэтому мне кажется еще такой момент да который вот важен в данном случае да ведь мы забываем очень часто что мировоззрение Герцена формируется в 30-е и 40-е годы время которое Арненков назовет гениально замечательным десятилетием да время необычайного умственного подъема когда появлялись такие люди которые потом Герцена назовет что мыслящий русский самый независимый человек в свете а Достоевский будет говорить что о русских мальчиках которые решали мировые вопросы да а в Европе таких юношей не было вот мы не должны это забывать потому что мы живем такую нашу эпоху на самом деле постмодернистскую где нет никаких по существу ценностей и тогда когда мы спрашиваем а что не хватало богатому человеку сыну одной из богатейших дворянских фамилий близкому к родственной императорской фамилии почему он посвятил свою жизнь борьбе за свободу личности освобождение народа не кажется мы должны это помнить они жили совсем в другую эпоху которую к сожалению мы сейчас нам далеко до нее вот поэтому потому что были высокие идеалы у людей зачем они были навеяны это уже другой вопрос но мы почему-то отказываем им в этой какой-то искренности с которой они решали эти вопросы нам она не очень понятна мы живем в другое время спасибо вам большое за то что вы пришли и мне очень помог сегодняшний вечер и вам спасибо так друзья значит 512 аудитории вы можете выпить кофе и чаю и поговорить между собой обо всем что вам интересно до встречи в следующий раз в следующий раз это третья пятница февраля месяца заседаем о занятии в следующий раз